Доброе утро, мы продолжаем. Вчера в Казани прошла премьера оперы Резиде Ахьяровой Сюембике. Либреты написал Ренат Харис. Рассказать о том, как прошла премьера новой оперы, к нам пришла руководитель литературной части театра оперы и балета Жанна Мельникова. Доброе утро. Доброе утро. Жанна, ну конечно же поздравляем вас с премьерой. Расскажите, как все прошло. Спасибо большое. Я тоже хочу поздравить и вас, и всех нас с рождением нового сочинения. Это редкий случай, когда появляется новая опера в современном мире. Здесь работа велась с нуля. Либрета, как вы правильно сказали, написал народный поэт Татарстана Ренат Харис. А музыку создала Резида Ахьярова, и работа в общей сложности заняла несколько лет. Это был очень большой такой длительный процесс. Невероятно. Да. Ну и вот последний уже этап, это подготовка спектакля, создание декорации, это режиссерская работа. И я считаю, что эта опера, опера в Симбике могла и должна была появиться именно здесь, в Казани. Поскольку Казань с ее башней в Симбике, с неизменным символом, это, наверное, основная вдохновляющая идея. А так опера получилась большой, масштабной, три действия, три часа музыки практически. И вот я еще не могу выдохнуть, для меня это большое событие. Случилось такое большое событие в культуре Татарстана и в культуре всей России. А какие исторические события отражены в спектакле? Ну, конечно, это исторические события середины 16 века, в центре жизни Симбике. Либреты основаны на реальных фактах, но все-таки это художественная подача, так сказать. Три действия оперы происходят в трех городах. Вначале в Казани, где Симбике, после смерти своего мужа Сафагири, она является правительницей регенши при малолетнем хане Утямыши. И вот она единственная женщина на ханском престоле, ей сложно, непонятно, как ей быть. Усугубляются отношения с некоторыми государствами, в общем, сложная политическая обстановка. И она прислушивается к мнению главы правительства Бибарса, который говорит, что нужно налаживать дипломатию с Москвой. У нее есть фаворит, начальник дворцовой стражи Кашчак, который говорит, надо бежать в Крым, там просить помощи. И она мечется, она не знает, и она обращается просто к небесам. Она поет, врата небес, помогите мне, укажите верный путь. Она вот как женщина, она не знает, что предприятие. А это не просто женщина, она царица, она правительница, за ней последнее слово. И она уезжает в Москву. Второе действие происходит в Москве. Причем первое действие идет на татарском языке, а второе уже на русском, поскольку действие происходит в московском Кремле. И там на главную сцену выходит Иван Грозный, которому на тот момент около 20 лет. И в Москве ломается судьба в Сью-Мбике, поскольку Иван Грозный лишает ее надежды на возвращение в Казань. Он выдает замуж ее за Касимовского хана Шах-Али и отбирает у нее сына, что для нее стало последним надломом, последней трагедией. И третье действие очень такое прозрачное и сложное. Оно происходит в Касимове, куда отправлено Сью-Мбике. Она никак не может привыкнуть к этой обстановке, и она очень скучает по своему сыну, для которого она берегла этот престол, который у нее единственный, она его так любила. И в конце она уже в помешательстве. И очень интересно решена финальная сцена, где не повторяется легенда о том, что Сью-Мбике бросается с башни, а она как бы уходит вдаль, в облака, в вечность. Почему она и стала вот этой легендой нашей татарской нации. Ой, вот это вот надо видеть, это вот надо видеть. А скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то мнения о театральных критиков или же просто любителей оперы? Конечно, мнение есть. Вот сейчас пообщалась с Розелей Мергалимовной, которая была гостем передо мной. Она вчера была на премьере, она просто очень важные, хорошие слова сказала о постановке. Она сказала, что это большое событие. И, конечно, вчера на премьеру съехались федеральные критики, и мы с ними общались в антрактах. И у всех очень благоприятное впечатление. Где-то находят аллюзии с операми Мусокского, с его большими эпичными операми, как Борис Годонов, как Хованщина. Где-то Пучиневские страсти кипят во втором действии. В общем, критики ведь по-своему смотрят с позиции, так сказать, насмотренного взгляда. Но в целом мнение очень хорошее. А как проходила сама подготовка и возникали ли трудности в процессе? Подготовка шла, на мой взгляд, очень гладко и очень хорошо. Конечно, неизбежны какие-то трудности, поскольку опера новая, большая. Но поскольку режиссер вошел в материалы этой оперы уже порядка двух лет назад, и он очень глубоко познакомился с материалом, с текстом, он весь текст на татарском языке прекрасно знает. А режиссер Юрий Александров, народный артист России, из Санкт-Петербурга, который ставил и в Мариинском театре, и в Арене Деверона, и в Ласкало, и в Метрополитенопера. Так вот, он настолько душевно, на мой взгляд, подошел к этой работе, тщательно прорабатывал все мизансцены с героями. И он отметил как плюс то, что приглашены не только солисты нашей труппы, но и ведущие артисты разных театров России, из Москвы, из Петербурга, из городов России. И очень все они большие профессионалы, поэтому двигались к заданному результату быстро, слаженно и осознанно. Интересно. А вот Олибретто во многом вымысел автора, да? А вот костюмы, они вообще соответствовали исторической действительности? Костюмы, да. Костюмы создала художница Виктория Хархалуп из Москвы. И она очень глубоко погрузилась в тему средневекового татарского костюма. Костюмы, на мой взгляд, очень похожи на то, что носили в ту пору, насколько мы можем об этом судить. А вот декорации, наоборот, символические. То есть тут возникает такой синтез метафоры и реальности. Поскольку декорации воссоздают собой внутренность опрокинутой, покачнувшейся башней Сюмбике с ее ярусами, раскрывающимися вот туда вдаль, как такой коридор, как тоннель. И поэтому возникает вот интересное... А вот музыка, песни и танцы, есть ли хоть какие-то данные о том, как это происходило в Казанском ханстве? На что опирались создатели оперы в своем творчестве? При постановке, да. Музыку написала композитор Резида Ахиярова. Конечно, она где-то опирается на фольклор и на национальную мелодику. Но в целом я могу сказать, что это европейское звучание. И очень большой плюс, я хочу сказать, низкий поклон Резида Ахиярове в том, что в опере много красивых мелодий. Это опера мелодичная, в ней, несомненно, есть хиты. И если вот говорили об операх Верде, о том, что после премьеры арии из Регалетты, из Тревиаты на следующий день пела вся Италия, то здесь примерно то же самое. Я послушала несколько репетиций, и у меня уже на слуху все основные арии. Я могу вам их напеть, но боюсь, что это будет не совсем профессионально. И я уверена, что эта опера разойдется на хиты, поскольку в ней есть прекрасный мелодизм. Ну и, наверное, один из самых важных вопросов, после того, как мы столько всего уже рассказали, после того, как, я думаю, уже разожгли интерес, наверное, у всех, кто сейчас нас смотрит и слышит. Те, кто не успел купить билет заранее, когда смогут получить еще один шанс увидеть этот спектакль? Опера войдет в репертуар театра и будет периодически повторяться в афише. Так что я прошу всех следить за афишей, посещать наш сайт kazanopera.ru или на открытых источниках брать информацию. Опера обязательно будет повторяться, и у всех желающих будет возможность познакомиться с этим произведением. Ой, замечательно. Вы так красиво, вкусно рассказали, что просто это все представила, и хочу обязательно увидеть. Спасибо вам огромное. Еще раз вас поздравляем с премьерой. Спасибо большое. И сегодня вечером в Театре оперы-балета имени Мусы Джалиля вновь премьера этого сезона опера «Сюембике». Билеты раскуплены задолго до премьеры, поэтому попасть на спектакль смогут те, кто заранее озаботился вопросом приобретения билетов.